Порядка 125 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки в раннем меловом периоде проживал настоящий плотоядный монстр из семейства Дромиазаврит. Это Ютораптор. Ютораптор буквально означает «похититель из юты». К семейству Дромиазаврит относятся такие известные ящеры, как Дейноних и Велоцираптор. Однако самым крупным представителем семейства является именно Ютораптор. Это были высшие хищники, которые вели охоту на крупных растительноядных динозавров. Впервые окаменелости Ютораптора были обнаружены в 1975 году, а в 1991 году был найден большой кога динозавра. Чуть позднее американские палеонтологи Джон Остром и Крис Мэйс официально утвердили название Ютораптор и описали его как Ютораптор Остром Мэйси. Название рода Ютораптор обозначает место, где он был обнаружен, это американский штат Юта, а видовое название Остром Мэйси состоит из фамилии палеонтологов, которые его описали. К сожалению, найденные окаменелости очень фрагментарны и состоят лишь из фрагментов черепа, а именно из обломка челюсти, а также большой берцовой кости, когтя и хвостовых позвонков. А потому внешний облик этого монстра реконструируется на основе близких видов, к примеру, на основе динониха. Найденные останки Ютораптора были в два раза крупнее его останков, и именно поэтому ученые предположили, что он мог достигать до 7 метров в длину и около 3 метров в высоту, и весить при этом от 500 до 700 килограмм. Его голова, вероятно, была похожа на голову драмиозавра, который стоит к нему несколько ближе. Его пальцем вжжена огромным количеством острых зубов, загнутых внутрь. Вероятно, они использовались не для нападения, а с целью рвать и жевать мясо. Глазницы на черепа ящера большие, а значит, Ютораптор обладал прекрасным зрением и мог увидеть потенциальную добычу с очень дальнего расстояния. Зрительные центры мозга этого динозавра также подтверждают это. В его черепе имелись некие отверстия, которые уменьшали массу головы. Посредством компьютерной томографии ученым удалось выяснить, что Ютораптор был умнее прочих хищных динозавров. При помощи современных технологий было установлено, что у него достаточно большой мозг. Также у него были прекрасно развиты те части мозга, которые отвечают за когнитивные способности и выполнение сложных задач. Ютораптор был отличным бегуном и мог развивать скорость прибеги до 35 км в час. При этом ему необходимо было маневрировать на такой огромной скорости, и в этом ему помогал хвост. Он вытягивал свой хвост горизонтально и таким образом с легкостью сохранял равновесие прибеги. Также, чтобы совершать резкие повороты при погоне за добычей, Ютораптор перебрасывал хвост в разные стороны. Внутреннее ухо этого динозавра очень схоже с внутренним ухом птиц, а потому можно предположить, что он имел прекрасную координацию и мог совершать достаточно быстрые движения головой. Как и все прочие драмиазавриды, Ютораптор имел на втором пальце каждой из задних лап огромный серповидный коготь, который достигал отметки в 24 см. Когда динозавр ходил, он держал этот палец в подвешенном состоянии. При атаке на добычу же он запрыгивал на нее и, удерживаясь на ней, вонзал свой коготь. Что же касается остальных когтей, они были довольно короткими и тупыми и использовались в основном, чтобы цепляться за любые неровности почвы, что весьма помогало ему сохранять равновесие при беге. Всего у Ютораптора имелось 4 пальца, однако 4-й был редуцирован, а значит при передвижении вся опора шла только лишь на 2 пальца. Его передние конечности были трехпалами и каждый из пальцев заканчивался острым когтем. Зачастую Ютораптора изображают оперенным, однако никаких признаков перьев не было обнаружено. Хочется отметить, что также не было обнаружено доказательств перьевого покрова и у многих других драмеозаврид. А потому нельзя утверждать об оперении Ютораптора, как и многих других драмеозаврид, только потому, что оперение было обнаружено только у нескольких представителей семейства. Драмеозавриды могли эволюционировать от одного общего неоперенного предка и идти разными эволюционными путями, и потому вполне вероятно, что у некоторых были перья, а у некоторых нет. Как и для многих драмеозавров, не существует однозначных доказательств тайного образа жизни Ютораптора. Однако, хочется отметить, что групповое поведение считается наиболее вероятным, поскольку в той местности проживали большие травоядные, такие как орнитоподы и зауроподы, с которыми в одиночку справиться было бы очень сложно. Подобное открытое фронтальное сближение с крупным растительноядным, который намного превосходил Ютораптора, могло бы привести к различным тяжелым травмам, а порой даже и к фатальным последствиям. А потому вполне логично, что они охотили стаи, и что у них возможно было автоматическое распределение ролей при охоте, и пока одни отвлекали животное, другие выжидали момент и нападали. Зачастую, добычей Ютораптора служили и гуанодоны. Хищники окружали их и старались запрыгнуть на спину, чтобы впустить в ход свое главное оружие – огромный коготь. И так как в процессе эволюции эти когти на ногах сохранились, это означает, что они довольно активно использовались. Учитывая большой вес и ряд физиологических особенностей Ютораптора, ученые считают, что он был медленнее в Велоцераптора и Дейнониха, и, скорее всего, выжидал добычу из засады. В целом, хочется отметить, что Ютораптор представляет собой ярко выраженного хищника с отличной координацией. Это был гибкий и подвижный зверь с впечатляющим арсеналом. Он был не только превосходно вооружен, но и являлся великим стратегом. Ученые полагают, что Ютораптор занимал вершину пищевой цепи, так как на сегодня в этих краях не было найдено следов пребывания серьезных конкурентов.